Всем привет, друзья! С вами сегодня я, снова Виктория Марс, и сегодня мы поговорим на такую тему, как найти работу в Канаде. Так как я нахожусь в французской провинции, провинции Квебека, и живу рядом с городом Монреаль, то у меня были такие нормальные трудности в поиске работы, так как для того, чтобы найти здесь нормальную работу, как все мы прекрасно знаем, нужно знать французский язык. Ну а так как, например, я искала работу через JobBank, это определенный сайт, так что я вам покажу приложение, как и что в нем искать, вот сейчас вы сможете увидеть. Итак, для начала заходим в приложение CanadaJobs для тех людей, у кого нету канадского Apple Store. Вот, переходим на JobBank, и тут уже начинаем, значит, искать вакансии. Нажимаем на поиск, оно сразу нам выбит вот такую вкладку, тут вы выбираете FullTime, English и ищите. Вот, также для тех людей, у кого Apple Store канадский, уже они смогли его сделать канадским, вы можете просто скачать приложение JobBank и через него зайти. Вот, мы зашли, и теперь выбирали, допустим, Монреаль. Сейчас нажимаем поиск, она там выбивает 5661 результат, но сейчас мы поставим только английский и нет образования. Вот, и вы увидите, как очень мало осталось, 443. То есть, и выбор тут не ахтит, там 14, 15, 16 долларов, вот. Вот такие иногда бывают вакансии, где там, допустим, написано 23, 25, на них надо заходить и проверять, потому что обычно пишут, там могут писать 25, хоть 28, а по факту вот мы сейчас увидим, что вот тут даже будет 14, 25 час, это самое минимальное. И вот сейчас вот в моей вакансии, которую я приблизительно рассматривала, как бы от 20 долларов, в основном на них всех нужна водительская лицензия канадская. Вот, без образования, без ничего больше, только водительская лицензия. И вот таким вот образом я себе искала работу, и я искала ее полтора месяца, потому что я написала только в две организации. Одна это то, куда меня, слава богу, взяли, но я еще не начала работать, так как есть какие-то сложности и проблемы в этом, потому что для того, чтобы там работать, мне обязательно нужны права, а права водительские, украинские, вот эта наша карточка, она здесь не действует. И вот именно в аэропорту она невалидна, поэтому мне надо было получить канадские права. И вот как раз в эту пятницу я вот буду идти получать, точнее сдавать тест, и, возможно, если мне все-таки удастся его сдать, то я получу какой-то временный документ о том, что я могу водить, и после того, как я сдаю уже вождение, я получаю уже эту карточку пластиковую о том, что у меня есть права и так далее. Так что если вы хотите работать на хорошей работе, где зарплата будет от 21 доллара и выше, то вам просто необходима водительская лицензия канадская. И, между прочим, если вы живете в разных провинциях, то в разные провинции вы сдаете разные права. Я не знаю, почему и зачем так сделали, и как только, вот, между прочим, я вот живу сейчас в Монреале, и если я захочу переехать там в Торонто, в провинцию Онтарио, то мне нужно будет заново сдавать ихнюю водительскую лицензию. Это просто полнейший бред. Я не понимаю, зачем это сделали и для чего, как попка-дурак ходить по 300 раз права сдавать. С этим сейчас у меня сложности. Я, получается, была записана 30-е число этого месяца сдать права, но так как у меня начинается тренинг на работе, то я никак уже 30-го числа в этом месяце не успеваю сдать. Поэтому мне пришлось перенести на эту пятницу, потому что это было вообще единственное время до августа аж, так как в Монреале настолько глупая система, что ты не можешь прийти в какой хочешь день, просто просидеть там везде и не сдать. Нет, тут так не работает. Ты либо записываешься за месяц, либо за два. Ну, в принципе, как тут получается. Но так как я гражданин Украины, и у меня мои водительские права истекают уже 4-го сентября, то мне надо как можно скорее этот ужасный тест сдать. Вот. И у меня как бы есть, в принципе, только 2 или 3, может быть, попытки, потому что потом у меня просто отберется право работать на той работе, где я сейчас хочу работать. Вот. Это одна из сложностей, почему я не советую идти работать в аэропорт. Потому что, чтобы оформить кучу документов для того, чтобы там работать, мне понадобилось полтора месяца то, что я ждала, пока они мне ответят. Потом месяц я ждала собеседования, потому что там постоянно кто-то болел. Потом еще месяц я собирала и сдавала документы. И вот только через 3 месяца меня позвали на тренинг. Потом мне там же сказали, что мои права украинские невалидные, что они не будут там приниматься, и что мне надо именно канадские. Хотя в вакансии было написано четко и ясно, что это для беженцев также подходит вакансия. То есть там не было ни образования, ни французского. То есть я выбирала именно такую вакансию, где нет вот этого геморроя, где мне не надо французский знать, где достаточно английского, и нет образования. Потому что у меня хоть и образование Шевченко, но вот это еще 300 порогов здесь отбивать. И доказывать, что я там социолог какой-то, я не собиралась этого делать. Поэтому мне проще было найти работу без образования. В итоге суть моей работы будет заключаться в том, что я буду загружать багаж в самолет. Ну это в общем, в целом. Я, конечно, буду не только этим заниматься, я буду заниматься и парковкой самолета, и загрузкой каких-то веществ непонятных. Ну в общем, это все включается в мою работу. То есть работа по факту, как вот у нас говорят, это грузчик. Вот. Потому что нормальную работу за такие деньги ты здесь не найдешь. Вот. Такие работы, как вот моя, я подавала просто вакансии еще на офисную работу. Вот именно то, чем я занималась три года подряд. Меня туда просто не взяли, потому что никому нафиг не интересно наше украинское образование. При том, что я делала все тупо то, что там написано. И там нужен был только один английский язык. И также было написано, что это работа для украинцев. Ну то есть есть такие пометки. Вакансик пишет, что это работа для украинцев-беженцев. Вот. И мне как будто да, ни ответа, ни привета, ничего у меня оттуда не пришло. С этого я сделала вывод, что со своим образованием то, что вы будете подавать заявки, это все бессмысленно, потому что в итоге вы никакого ответа от этого не получите. И если вам нужно действительно очень быстро найти работу, и вас не волнует какая сумма, то есть тут зарплаты начинаются где-то приблизительно от 14-15 долларов в час. Для меня это было слишком мало, поэтому я искала зарплату уже сразу от 20 долларов в час. Потому что если, допустим, я съеду и буду жить одна, то 15 долларов это как-то слишком мало. Вот. Это еще не учитывая такс, а такс это налог, который идет 30% зарплаты. То есть по факту у меня сейчас будет зарплата где-то 3-500 долларов, а вообще я буду зарабатывать из этой зарплаты 2-400 щен. Да только из-за того, что налог 30%. Ну то есть это тоже я бредом считаю. Непонятно, за что вообще платится такой налог. Ну да ладно, платится так платится. Главное, что это все равно лучше, чем полторы тысячи или тысяча долларов. Вот. Если вам нужно очень срочно найти работу, то единственный как бы путь это просто идти пешком на поролон, заходить там в рестораны, в Макдональдс, в кафе, куда хотите, и просто проситься, чтобы вас туда взяли. Вот. Это самый быстрый путь, к которому в принципе прибегнул мой брат, когда шел в Макдональдс. Потому что вот эти отправки заявок, они в основном ничего не дают. Мне просто очень повезло, то что мне вообще аэропорт как бы ответил. Я была просто на седьмом не обеярчался, потому что если бы не там работать, то в Макдональдсе или в ресторанах я точно не собиралась работать за копейки. Вот. Поэтому если вас как бы не колышет ваша зарплата, можете спокойно идти в Макдональдс. Сюда берут всех, там нет никаких проблем, не надо водительские права. А если вы хотите вот уже более такую обеспеченную работу от 20 долларов, то это только грузчик. Я смотрела еще вакансию Мессиник и Мусорщик. Все как бы. Это те кандидаты, которые могут работать без знания французского языка. Также я смотрела Canada Post, потому что мне было интересно, потому что там как бы мне казалось, тоже не надо знания французского. Но в итоге, как оказалось, там тоже необходимо знание французского, поэтому, в принципе, жизнь в Кэбеке — это для тех людей, которые, вы знаете, решили всю жизнь бороться за что-то. Вот тут реально надо бороться. Потому что, например, в Монреале тут было с французским языком 4 500 вакансий. Как только ты убираешь французский язык, у тебя сразу становится 400 вакансий. Например, в Торонто, как было там 4 500, так и остается 4 500, потому что там нет франкоговорящих людей. Поэтому, как бы, если вы хотите упростить себе реальную жизнь, лучше сюда не ехать. Если вы хотите усложнить ее, то можете сюда приехать и попробовать. Но, во-первых, в Квебекской провинции самый большой налог 30%. Как бы даже зачем сюда ехать, как бы смысла нет. Я здесь сижу только по той причине, что моя мама муж с Квебека. Как бы, если бы у нее не было здесь мужа, понятное дело, что я бы, как все умные люди, там поехала в Торонто или в Манитобу, или в Галифакс, ну, в такие уже англоговорящие города, чем сидеть здесь среди французов, так сказать, и ничего не понимать, и как бы не знать, что тебе делать. Сейчас я прохожу тот этап, когда мне вот как раз за 4 дня нужно выучить и сдать права. Я не представляю, как я их сдам, но вы об этом всем знаете уже в эту субботу, когда я все-таки сдам или не сдам, и вам об этом всем расскажу. И также расскажу вам еще подробнее про как раз права. Скину вам там ссылки на учебники, которые обязательно нужно прочитать и выучить. И, кстати, чтобы вы понимали, по статистике в Монреале даже самая худшая статистика по сдаче прав. По-моему, только 66% людей в Монреале с первого раза сдают тест на права. Потому что там идет 16 вопросов про знаки, 16 вопросов про правила дорожного вождения и 32 вопроса про разные ситуации, которые могут случаться на дороге. И как бы из 16 вопросов ты можешь сделать только 3 ошибки. То есть в одном блоке 3, в другом 3. А там, где 32 вопроса дается, ты можешь сделать там 8 ошибок. Ну, то есть, наверное, вот из-за такого количества именно тестовых вопросов люди не могут сдать. Но есть один подвох. Туда вроде бы можно приходить со словарем, если там нету картины каких-то обозначений. То есть, как вы можете сдать? Я собираюсь взять просто русскоязычный словарь, то есть с английского на русский. И все те слова, которые я на английском не понимаю, переводить их на русский, как бы. И с помощью этого сдать на эти права. Потому что дело все в этих правах, почему люди не могут сдать. Потому что там настолько используются конченые синонимы слов, что просто люди даже, которые учили язык всю жизнь, просто не понимают эти слова для того, чтобы сдать этот экзамен. Поэтому они не могут. 66% только сдает из 100. Я когда открыла эти правила, вот там настолько конченые просто синонимы, что ты не понимаешь нахера они настолько это услождают. Ну, возможно, дело все в том, что они хотят побольше денег спасти. Ну, что вы там ходили по 3-4 раза сдавать, потому что там прайв всего лишь 12,5 или 13 долларов. Это, в принципе, недорого. Но учитывая то, что для того, чтобы сдать именно в Монреале на права, то есть ты сдаешь с первой попытки, для того, чтобы сделать вторую, тебе надо 28 дней прождать. Например, в Торонто и в других провинциях эта программа прощена. И тебе не нужно там записываться за месяц или за 2 на этот экзамен. Ты просто приходишь и сдаешь. Также я читала, что некоторые люди вообще могли по несколько раз в Торонто сдавать этот экзамен, по несколько раз за день. Но в Монреале такая штука не прокатывает. Тут либо ты сдал, не сдал, то жди еще месяцок. То, что из-за этого ты можешь лишиться работы, нас как бы это не волнует. Поэтому тут такая вот политика. Так что желаю вам с поиском работы удачи. Надеюсь, что вы также ее найдете. Вот. Всем спасибо за просмотр. Поставьте мне, пожалуйста, большой палец вверх. Подпишитесь на мой канал. И до новых встреч.